На этой неделе по-прежнему главные новости не обходились без колейной тематики. Причем, что ни день, то новые факты и подробности криминальных схем. Взять хотя бы это. Оказывается, топ-менеджеры Уралкалия удивительным образом были застрахованы от того, что сами натворили. Что характерно, и сумма страховки, и сумма предварительного ущерба, который был нанесен, тоже удивительным образом совпадают. Правда, удивительно, это когда такое совпадение одно, но когда их несколько, и происходят они с завидной последовательностью, невольно задумаешься. Итак, новые факты, подробности и хронология калийного дела. Понедельник. В калийном деле появляется новый фигурант. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении владельца Уралкалия Сулеймана Киримова. Его обвиняют в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. Следователи собрали доказательства того, что именно он стоял за развалом белорусской калийной компании и попыткой рейдерского захвата Беларусь-Калия. Следственным комитетом Республики Беларусь в качестве обвиняемого по уже расследуемому уголовному делу в отношении должностных лиц белорусской калийной компании привлечен один из акционеров Уралкалия Сулейман Киримов. Вынесены постановления о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и объявления его в розыск, в том числе по линии Интерпола. Также из компетентных источников становится известно, что может быть озвучена информация о должностных лицах, стоящих за махинациями по калийному делу. Кроме того, заканчивается проработка вопросов по предъявлению исков наложению ареста на имущество и активы Уралкалия, в том числе за рубежом. У них есть компания Уралкалий Трейдинг в Швейцарии, которая зарегистрирована, и контракты, которые связаны с этим, и то, что отгружено в порты и так далее, все может оказаться замороженным, с одной стороны. С другой стороны, наверняка, поскольку они ведут операции тоже по всему миру, как бы большой игрок на калийном рынке, у них есть счета в банках. То есть я думаю, что в основном речь идет вот об этих двух позициях. В вторник в российское бюро Интерпола из центрального офиса организации в Лионе поступил циркуляр, информирующий об объявлении в международный розыск Сулеймана Керимова. Российский олигарх стал персоной нон-грата практически на всей планете. Если Интерпол уже в свою базу включил лицо для розыска, то, соответственно, была проверена статья 3-й устава международной организации уголовной полиции Интерпол, который говорит о том, что Интерпол не может вмешиваться в деятельность политического, религиозного, расового характера. Соответственно, Интерпол нашел, возможно, посчитать, что в данном случае есть определенный состав преступления в тех документах, которые направила белорусская сторона. Тем временем эксперты обсуждают ущерб, который своими действиями нанесли Керимов и его менеджеры в БКК. Продажи калия в обход единой с бытовой компанией, вывод денег на офшорные счета и обвал цен на мировом рынке нанесли убытки не только Беларуси. Потери понесли ведущие трейдеры калийных удобрений и экономика России. Если предприятие недополучает прибыль, то есть поток уходит в одни руки, в руки одного акционера, то нет возможности развивать и производственную сферу, и социальную сферу, и какие-то, может, доплаты из прибыли. Если говорить еще, каким образом Россия пострадала от этого, вы сами понимаете, что раз на 25% упала цена, соответственно, упали доходы, а соответственно, упали и платежи в бюджет. Точно так же, как мы пострадали, точно так же пострадал и российский бюджет. Среда становится известной сенсационной подробности калийной аферы. Как выяснили журналисты российской газеты «Ведомости», 25 июля, всего за неделю до выхода, из белорусской калийной компании «Уралкалий» застраховал своих топ-менеджеров на случай судебного преследования за ненадлежащее исполнение служебных полномочий. Полис должен покрывать убытки, которые могут возникнуть в связи с исполнением указанными директорами и должностными лицами своих должностных обязанностей, включая любые расходы на защиту, на расследование, суммы присужденных убытков, присуждение оплаты расходов или выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями, за которые застрахованный по закону несет ответственность в результате требования против застрахованного в отношении любого неверного действия. Что характерно, менеджеров «Уралкалия» застраховали именно по тем позициям, которые спустя месяц стали предметом расследования в рамках уголовного дела. И даже сумма страховки совпала с предварительной оценкой нанесенного экономике Беларуси ущерба – 100 миллионов долларов. Эти странности, возможно, станут поводом для расследования на предмет страхового мошенничества. В то же время, говорят эксперты, стиль ведения бизнеса российскими олигархами входит в противоречие с национальными интересами государства. Белорусское руководство, вот смотрите, как действует. Значит, создаются филиалы, дочерние предприятия наших фирм белорусских по всему миру. То есть там мы получаем ресурсы, рабочую силу используем. И тем не менее, головные офисы этих компаний находятся в Беларуси. То есть белорусские коровы питаются по всему миру, а молоко дают нам здесь, в Беларуси. Вот российские олигархи эту корову разворачивают с точностью до наоборот. Голова этой коровы у нас, а вымя этой коровы где угодно, если хотите. И в итоге, получается, россияне в данном случае корову кормят, поют, да, а молока, извините, видят только по остаточному принципу. И вот что самое обидное, вот российские олигархи, пользуясь своей вот этой безнаказанностью, решили распространить эту модель и на Республику Беларусь. Ведь что такое было задумано менеджментом Уралкалия, да? То есть здесь мы будем кормить вот эту белорусско-российскую, с позволения сказать, корову, да? А молоко оно будет где-то там в Швейцарии на счетах накапливаться. Четверг. Президент подставляет плечо калийной отрасли. Александр Лукашенко подписывает два указа. Первым освобождает от экспортной пошлины Беларусь калий. Вторым создается открытое акционерное общество «Белорусская калийная компания», которой предоставлен статус национального трейдера калийных удобрений. Созданный трейдер будет обеспечивать продажи продукции белорусской калий и координировать действия в случае продажи продукции нашей напрямую, допустим, на рынок России. И все это позволит сохранить за Республикой Беларусь известный бренд «Белорусская калийная компания» на мировом рынке, сэкономить время и продолжить работу, используя уже наработанные вещи в данной, я имею в виду, заво «Белорусская калийная компания». В этот же день становится известно, что федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Высокопоставленного чиновника подозревают в содействии недобросовестной конкуренции при реализации одного из инвестиционных проектов. Кстати, именно губернатор Басаргин под свое честное слово просил освободить гендиректора «Уралкалия» Баумгертнера. Вот сейчас с «Уралкалием» носятся им. Знаешь, что он сделал? Вот сейчас я не знаю, почему не хотят правду сказать. Давайте расследуем, на каком основании этот деятель решил устроить международный демпинг. Говорят, 20 августа приняли решение опустить цену на 23%. То есть мы же в Белоруссии создали совместные предприятия. Эффективные, мощные, интересные. Мы зарабатываем вместе и можем контролировать этот рынок. Решил кинуть, как бандиты в 90-х, Белоруссию. А теперь орут, что он все правильно делает. Давайте создадим комиссию. И в Думе создадим, расследуем. Пятница. К проверке калийной аферы подключаются компетентные органы западных стран. Как передает Deutsche Welle, федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии заинтересовалось обстоятельствами резкого падения котировок немецкого концерна КАЭС. Структуры Керимова начинают проверять на предмет манипуляции рынка и инсайдерских сделок. Немецкое финансовое ведомство не исключает, что результатом проверки будет обращение в прокуратуру для возбуждения дела. Что интересно, обвал на рынке этих акций начался заранее, приблизительно за неделю. О чем это может нам говорить? О том, что, скорее всего, кто-то заранее знал о том, что последует такой демарш со стороны российской компании и заранее начал распродавать акции. Для этого есть простое название «инсайдерская торговля». То есть само по себе желание заработать на колебаниях акции, оно нормально, его используют и крупные инвесторы, и мелкие спекулянты. Но вот использование инсайдерской информации для работы на фондовом рынке является серьезным уголовным преступлением. И в Западной Европе, и в США, когда выявляются такие случаи, виновные получают многолетние сроки и огромные денежные штрафы. Подобного рода аферы становятся не только предметом разбирательства компетентными органами, но и помогают понять, кто есть кто. Так и здесь за жуликов вступились белорусские оппозиционеры, которые потребовали немедленно освободить Баумгертнера. То есть вместо того, чтобы защищать интересы народа, в том числе и шахтеров, наша так называемая оппозиция грудью встала на защиту российских олигархов. Сергей Хоментовский, Юрий Прокопов. В центре внимания.